Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня у микрофона» с вами я, редактор Светлана Вишнякова, наши режиссёры Мария Сунхалырова и Николай Слепцов-Айдын. А в нашей студии гости. Я сразу хочу их представить. Организатор проекта «Кокетка» Ксения Громова. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Виктория Лебедева рядом со мной. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Ирина Базиленко, здравствуйте. Здравствуйте. И Наталья Волгина. Наталья, добрый день. Спасибо большое, что вы пришли сегодня в нашу студию в такой морозный, холодный, туманный день. Добрались. И начать я хочу с того, что в этом году стартовал конкурс «Пышная красотка» в марте месяце. И разбил все стереотипы. Потому что этот конкурс был направлен на то, что выходили на сцену девушки не общепринятых таких пропорций, да. Как мы классические привыкли к конкурсам красоты. Но этим он и запомнился. Я как восторженный зритель и в этом году ждала такого же конкурса. Прямо готовилась, жду, жду, жду. Его все нет и нет. А оказывается, Ксения приготовила новый проект, который называется «Кокетка». Который вот-вот стартовал. Но это абсолютно какой-то другой формат, другой стиль. И вот сегодня я попрошу вас рассказать о том, что это за проект. Он тоже первый, как и тот проект в Якутске. Никто до вас этого не делал. И Ксения, как всегда, оправдывает свой псевдоним, да, Ксения «Праздник». Вот. И дарит людям праздник. Потому что я смотрю за вашими статусами, я вижу, насколько это насыщенно, весело, интересно. Давайте расскажем нашим слушателям и зрителям, что это за проект. Светлана, спасибо большое, что нас пригласили. Да, действительно, стартовал конкурс, который нашумевший, как вы сказали, конкурс. Мы его проводили 9 апреля «Пышная красотка». Действительно, изначально в рекламе было задано так, что мы ломаем стереотипы конкурсов красоты. У нас не было никаких определенных параметров и так далее заданных. Конкурс будет. Он будет проходить ежегодно, как я об этом ранее говорила. Он будет проходить ежегодно. И в этом году, получается, он был 9 апреля. И в 2024 году мы его проведем к 8 марта. То есть сейчас в декабре мы начнем уже набор девочек. Как бы мы уже знаем свои плюсы и минусы, где мы там немножко не сделали, не так. Не было видно минусов. Да, это вот сугубо с организационной такой точки зрения. Как бы я уже знаю, где немножко было не так. Но для того, чтобы, конечно, год прошел, люди все равно помнят, люди знают. И мы, чем тот конкурс был еще хорош тем, что мы с девочками-участницами, которые были в конкурсе, мы не перестали общаться. У девочек после конкурса началась такая обширная, такая прям хорошая, бурная деятельность. Девочек начали приглашать и на показы одежды магазинов, и на фотосессии различные. Мы встречаемся постоянно, дружим и общаемся. И мы решили в один прекрасный день, как-то вот думали-думали, чтобы такое сделать. И тут осенило меня о том, чтобы сделать первый творческий проект, не конкурс, от участниц «Пышная красотка», проект «Кокетка». Почему именно от участниц «Пышная красотка» девочки меня поддержали, когда я им предложила, так как девочки-участницы «Пышная красотка» конкурса, они являются координаторами девочек в проекте «Кокетка». Потому что с психологической точки зрения это намного легче, когда у тебя есть координатор, который тебе и подскажет, и покажет, который практически был в той же, так скажем, шутке, примерял. Но здесь немножко совсем по-другому было. Вот. Мы решили сделать проект и дали объявление. Набрались девочки. Проект сам по себе, он абсолютно отличается абсолютно от конкурса. Но есть небольшие такие вот какие-то похожести, наверное, да. Но это прям мизерные абсолютно. Но я хочу отметить то, что в конкурсе, что в проекте подбираются девочки просто вот, просто от души скажу, очень все хорошие. Все веселые, позитивные, причем желающие что-то изменить и в себе, и вокруг себя. И это самое главное. Ну вот, наверное, следующий вопрос к участницам проекта «Кокетка». Что же меняется? Как вы можете себя сейчас, вот, которая в проекте, как-то охарактеризовать? Будет ли отличаться чем-то Ирина, Виктория, Наталья от тех, которые были до проекта? Девушек. Что-то вы приобрели, что-то новое. И, может быть, вам уже вот подсказали ваши волонтеры, да, как? И вот эта вот подсказка, может быть, и как-то была каким-то ориентиром? Ну, я могу ответить на этот вопрос. Мне больше понравилось, появилась более уверенность. Мне сказали, надо себя раскрыть. Ты зажатая, вся такая. Ну, еще это, конечно, сохраняется. То есть так прямо, в проекте так прямо говорят, да? Вот ты прихожешь, тебе говорят так. Ну да, мне говорят прямо. Я, наоборот, рада, когда мне говорят прямо. Я люблю, когда мне говорят прямо. Так проще. Так проще, воспринимаешь проще. Раскрываешься, более женственнее становишься, нежнее, как бы, ну, во всех. Но не обижался никто вот такой прямоты? Не было такого. У нас, наоборот, как-то это все шутка, и, наоборот, больше нежности появляется, мне кажется. Я смотрю за статусами Ксении, да, я видела, что у вас такие интересные конкурсы. Я думаю, ну надо же, вот иной раз не соберешься на что-то одно пойти, там, не знаю, за 10 лет не выберешься, например, там, поучиться хамусу, да, хотя думаешь, вот надо бы пойти в бассейн, надо бы. А тут у вас день за днем хамус, спорт, бокс, бассейн, так насыщенно, так много всего. Что самое вот запоминающееся для каждой из вас, какой, может быть, вот этап в этом проекте для вас был самым вот таким вот, не знаю, который вот как-то вас изменил, трансформировал или что-то вас раскрыл, может быть, кто-то вообще решил изменить род деятельности своей в связи с этим? Не знаю, мне, допустим, больше всего вдохновил, наверное, хамус. Я никогда, допустим, его в руках не держала, и для меня это было впервые, когда я пришла, и его вживую так взяла в руки, и начал он звучать в моих руках. Это было для меня нечто, как-то приятно вообще. Как раз и день хамуса был. Да, день хамуса был. Что-то новое для себя. Как раз мы подбирали еще, кажется, не каждый хамус подойдет человеку, допустим, один, второй, третий. Я там только на третьем начал он у меня звучать, так красиво начал. Мы как будто собрались целая команда, наш ансамбль был. Было весело, конечно, и всем понравилось. Даже некоторые девочки у нас хамусы приобрели себе, чтобы в дальнейшем уже... Так быстро научились играть, получается. Ну да, у нас был хороший, как говорится, учитель, мастер, Георгий Слепцов. Мне очень понравился вертугус. Вы об этом можете выступать? Ну да, у нас уже идут разговоры, что хотят нас приглашать. Уже был такой разговор для меня, это не ново. И будет новый опыт, допустим, выступления на сцене, да? Это же тоже в какой-то концертной программе. Я знаю, что прошлый конкурс девочки продолжили практически весь год, у них были выступления, и вот такой вот опыт, он как закрепился, потому что когда ты первый раз выходишь, и конкурс, конечно, там все это и волнение, а потом уже, когда ты приобретаешь в этом опыт какой-то, это уже совсем другая история. Мне кажется, даже может быть кто-то и захочет потом сделать это своим, может быть, увлечением или одним из своих занятий, может быть, даже потом, или бизнесом, который будет приносить какой-то доход. Наталья, вот у вас какие впечатления от проекта, от тех этапов, которые вы уже прошли, расскажите, может быть, какой-то запомнился наиболее? Начну с того, что в этот проект я прямо напросилась силой, скажем так, на Ксению. Ну, Ксения согласилась, ну, давай. Мне просто было интересно понять, что это такое, немножко открыть себя по-другому, потому что в любом человеке есть блоки. Конечно, у всех у нас есть. и вот я хотела найти эти блоки, но один из блоков, который по мне закрепощен, я его нашла. Это, естественно, боязнь воды. Для меня это было самое страшное испытание. То есть вы не знали до этого, что у вас такой блок? Ну, нас, как всегда, предупреждают за день, что завтра... вы про воду не знали, просто когда пошли вот в этот проект, узнали, что... Нет, я знала, что я боюсь воды, да, ну, и когда вот Ксения сказала, что завтра у нас будет плавание, я там... Ну, я ничего там практически не делала, утонула и всплыла, и всё. И сказала, вытаскивайте меня с этого бассейна, я больше не... Ну, я действительно боюсь воды. Вот. Ну, то есть ли страх никуда не делся? Остался с вами? Так и остался. Как бы не пытался тренер со мной там работать, я сказала, наотрез нет, всё. Ну, и до сих пор мне даже страшно. Вот. Ну, конечно, хамус. Хамус – это, конечно, что-то, занятие на хамусе – это раскрытие было вообще по-другому, мы все там раскрылись по-другому, такие заинтересованные были, особенно звуки, когда нас обучали звуком, кукушки, там, лошадь, там, дыхание, вот это всё. Это было, конечно, вообще впечатлило. Можно вот так обучиться и быстро это повторить? Оказывается, это легко и быстро, просто нужно внимательно слушать и как хорошо тебя объясняет вот как бы учитель там или как. Ну, очень интересно. Сейчас же вообще очень популярна звукотерапия, да? Вот лечение звуками, раскрытие из себя, медитации, вот эти вот все, это вообще же сейчас очень популярно. Да, да, вообще очень. Ну, это очень, прямо эмоции были потом, конечно, вообще впечатляющие. Ксения, для вас, как для организатора, основная цель вот такого вот проекта, это какая, это какая, что в итоге, в финале вы хотите увидеть и получить, как человек, который затеял это? Я хочу увидеть изменения, я их уже увидела, на самом деле. для меня важно вообще в данном проекте, чтобы каждая девушка, женщина могла себя в чем-то переломить, во-первых, себя полюбить и увидеть себя абсолютно с разной стороны. Для этого и давались, и даются, у нас проект тут заканчивается, но еще будут задания разные, абсолютно задания. Как ранее уже сказали, девочки абсолютно не знают, какие их ждут задания. Вот это очень интересный момент, то, что это такой спонтанность, да, такая интрига. У нас буквально на той неделе, да, по-моему, на позапрошлой неделе был день, когда мы встретились в одном месте, далее их повезла, причем-таки на хамус, они абсолютно не знали, куда мы не поедут, и им до последнего не говорила. Но результат виден. И когда я сама лично увидела, когда у меня девочки, которые в жизни не держали хамусы, которые в жизни не играли, начинают издавать звуки и играют, и стоят все вместе, играют, ну, это реально нереально. Вот я бы так сказала. Потому что сам Георгий Слепцов, ну, это мой коллега, так скажем, да, в сфере культуры, работник, он от них в восторге. Он говорит, ну, это бывают люди, которые приходят там со второго, с третьего задания только, да, понимают, о чем идет речь, и как нужно играть. Ну, когда стоят абсолютно первоженщины, и берут в руки хамус, впервые, он был потрясен. Он говорит, им нужно дальше заниматься, дальше развивать это дело. И вот у меня тут уже сходу возникла идея, конечно, у нас будет финальное мероприятие, но мы так скажем, что это будет закрытое мероприятие, где будут подведены итоги. В чем суть проекта? А закрытое это будут только приглашенные кто-то, несколько человек, да? Ну, какое-то количество человек. Да, это будет определенное количество человек, это будут тренера, которые занимались с девочками, это будут, ну, наши партнеры, кто принимал участие в проекте. Там будут подведены итоги. Дело в том, что это не как в конкурсе сидит в жюри и оценивает. Каждый преподаватель, и девочки изначально об этом знали, я им говорила, каждый преподаватель после своего занятия мне скидывает свои те баллы, которые он дарит девочкам. То есть каждый разный видит на одном, единственном занятии оценку дает девочкам, вид как она занимается. Вообще я хотела, чтобы данный проект, он, скажем так, вот, раскрепостил и женщина, которая вот на сегодняшний день, мы же все так живем, да, дом, работа. Но вы точно нет. Дом, вы точно нет. Ну, я работаю, это же праздники, да? Да. И мы когда с девочками изначально встречались первый раз, я им сразу сказала, я хочу, чтобы вы увидели все и немножко отвлеклись от повседневности. У вас были новые знакомства, и она получилась. И как бы, вот, и девчонки-то таки все подобрались, они вот, у нас группа, конечно, есть, да, так скажем, рабочая, они все общаются между собой, постоянно что-то, они вплоть куда-то собираться, они обсуждают. Это уже большой результат даже этого проекта. Виктория, вы раскрепостились в этом проекте, и было ли отчего раскрепощаться? Мне понравился очень бокс, я оттуда долго собиралась, и вот мы с девочками так хорошо занимались, я раскрыла, наверное, изнутри силу какое-то, вот, которая внутри спала, вот, и, ну, я, наверное, туда пойду еще. Все-таки это здорово, вообще спортом заниматься, что-то новое для себя открывать. Понравились фотосессии, это вообще мое любимое дело, люблю фотографироваться, и мы все такие сплоченные, девчонки все веселые, и у нас так этот, ну, все так гармонично, Ксения вообще молодец, гениальный человек, что такой проект создала, я буду дальше участвовать, везде быть, я энергичная сама по себе, и вот, как Ксения говорит, дом, работа, работа, дом, это надоедает, это угнетает, а здесь ты как бы всегда на позитиве, у тебя хорошее настроение, хорошее настроение же лечит, здоровье прибавляется, как бы все складывается как надо, тем более перед Новым годом, прямо настроение класс. Вообще в этот проект, я думаю, что если бы он не был таким закрытым, потому что это не публичные мероприятия, если конкурс красоты, то там мы, зрители приходим, потом это можно запись посмотреть и так далее, то ваш какой-то вот такой между собойчик, который в принципе особо никто не видит. Но если бы, мне кажется, это видели, то уже стояла бы очередь на следующий набор, потому что какой-то минимальный взнос, но за этот взнос ты получаешь столько всего интересного, и так насыщенно, и так много, ты можешь через какие-то вот эти мастер-классы себя узнавать, раскрывать, мастер-класс с Аиной, это же вообще, мне кажется, я уже который год собираюсь, думаю, надо пойти, надо пойти, вот раскрыть какой-то она внутренний голос, говорит, я не дохожу туда. А тут просто нужно сделать заявку на этот проект, и ты за месяц получаешь столько эмоций, еще из-за того, что интрига, удивление же продлевает жизнь, такая эмоция, то есть постоянно такое вот удивление, ожидание, мне кажется, это так круто. Почему закрытый проект? Почему не открытый? Сейчас объясню. Почему закрытый? Потому что он делается впервые, честно. А, это такой пилотный вариант. Да, когда я его девочкам предложила, мы решили его попробовать, мы хотели набрать, конечно, две группы. Две группы, честно говорю, не набралось, потому что, ну, понятное дело, когда читаешь рекламу, да, и тебя приглашают, просто думаешь, ну, нет, наверное, я как бы посмотрю, подумаю, да, а потом я, может быть, пойду. То, что он будет открытый проект, может быть, не исключено. А с другой стороны, будет он открытый, может, кто-то постесняется. Да. А потом здесь, я изначально девочкам сказала, что у нас не будет открытости для всех. Это же, в первую очередь, для них самих, смогут ли они себя в чем-то побороть, да, и для меня были определенные уроки, когда я на них смотрела. Мы когда пошли на бокс, у нас был очень классный тренер, у нас, говорю, девочек, Лукина Оксана Юрьевна. Я когда ее увидела, и когда я увидела, сколько там народу, я думаю, боже мой, что-то сбудет, мои девочки. Ну, у меня состоялся, конечно, перед занятиями с тренером за день, за два разговор. Они нас ждали. Я сказала, пожалуйста, только девочек не надо, ну, вот никуда. Ну, в первый раз. Она мне говорит, успокойтесь, все будет хорошо. Я с девочками не была. Как раз показывает. Да, я с девочками не была именно на занятии. Там была куратор Нина, которая у нас являлась участницей конкурса «Пышная красотка». Ниночка. Ниночка, когда она вот с ними там была на боксе, еще на других занятиях была. И девочки там, я вот глядя на видео, их как бы несколько видео, я увидела, насколько им это было интересно. И потом вот эта командная работа, когда они побежали по кругу, я еще стояла, смотрю, девочки, машите мне, они бегут в таком невиде, не знаете, куда мы бежим. Что будет дальше, они же тоже не знают. Но потом, когда разговаривали вот с Оксаной Юрьевной, она была в восторге. Она говорит, я такого позитива, ну вот давно не встречала, потому что люди же в спортзал приходят конкретно заниматься, они знают, что у них сейчас будет. А девочки у меня, красотки, пришли, побегали, попрыгали. Они сами себе устроили праздник и другим. Они себя попробовали, вот, кстати, сейчас показывают, да, Оксану Юрьевну, тренера, очень хороший тренер, она такая молодец. Я благодарна, что у нас люди подключились к нам, тренера, которые поняли мою задачу, и они ровно дали то, то, что я хотела, чтобы девочки прочувствовали это. Вот, допустим, да, Вика уже готова дальше идти в спорт, но это же здорово. Это очень здорово. У нас сейчас будут короткие 4 минуты, мы прервемся на рекламу и затем снова вернемся в нашу студию, дорогие слушатели и зрители, и будем говорить о таком замечательном проекте, как «Кокетка». Оставайтесь. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире в нашей студии. Организатор конкурса «Кокетка» Ксения Громова, Ксения Праздник и участницы конкурса проекта. Виктория Лебедева, Ирина Базиленко и Наталья Волгина. И мы сегодня рассказываем о том, что в Якутске вот впервые такой проект набирает силу, набирает скорость. Проект замечательный. За какое-то не очень долгое время, достаточно короткое время девочки, которые в проекте, они смогли посетить мастер-классы, научиться игре на хамусе, и танцам, и боксу, и плаванию, это еще далеко не все, и пению. Ну и, наверное, самое главное, научились какой-то командный, может быть, такой вот работе, где, может быть, каждый про себя понял, он лидер, или он ведомый больше, как ему комфортно, некомфортно, причем это новые же люди, это всегда интересный опыт, насколько ты можешь быть социализирован. К сожалению, сегодня в нашу студию пришли не все участницы проекта, у кого-то какие-то вот ситуации, такие бытовые случились, кто-то с работы не смог уйти, кто-то, к сожалению, заболел. Одна из участниц этого проекта, я знаю, моя знакомая, Татьяна Ирохина, Таня, привет, тебе большой передаю, и Татьяна как-то была вместе со мной в статусе соведущей, мы с ней вели эфир, она отлично справилась, нашла замечательную гостью, так подготовила сценарий, как я вообще никогда не готовлю, я просто смотрела и понимала, что это какой-то шедевр абсолютный, все было прописано вплоть до точки и запятой. Вот, и мне жаль, конечно, что Татьяна сегодня не смогла подойти, талантливая девушка, и она молодец. Еще кто сегодня не подошел, давайте, может быть, передадим девочкам привет, пусть выздоравливают, кто болеет. Да, у нас сегодня Екатерина не подошла, Юлечка, ну, Екатерина на работе, Юля болеет, к сожалению, заболела, но мы надеемся, что девочки сейчас с нами прям вот, наверное, слушают и видят. Да, большой привет. Все девочки молодцы, вообще все хорошие. Но я хочу сказать о том, что и сегодня тоже эфир для девочек является определенным заданием. Да, все не просто так. Да, все не просто так. На самом деле, девочки прошли, девочки у нас прошли семь заданий, сегодня восьмое задание. И участниц семь, да, по-моему? Участниц шесть. А, шесть. Да, вообще, в общем, будет девять заданий, сегодня у них после эфира еще будет задание, они пойдут к косметологу и массажисту, там у них тоже будет проходить обучение и так далее. Столько приятного всего прямо. Да, и в выходные дни их тоже ждет сюрприз, на этом наш проект закончится, потом будет завершающий мероприятие, Слава, мы вас уже ранее туда приглашаем. Спасибо большое. Это будет закрытое мероприятие, серьезно. Я с тобой всем приду. Вот. И сегодня девочки тоже пойдут задания прямо в прямом эфире. Я знаю, что они немножко нервничают, но это нормально, потому что впервые сейчас кто-то сказал, что это прямо самое сложное задание. Слава, если вы разрешите, я бы хотела, чтобы девочки сейчас друг другу спонтанно задали вопросы, на которые, я думаю, они смогут сразу ответить. Давайте, наверное, мы начнем с вас, Ирина. Ну, хотела бы задать вопрос, наверное, Виктории. Был у нас мастер-класс по хамусу, и я помню, что у нас Виктория приобрела хамус. Почему она приобрела ней? Я приобрела хамус, сыну, который играет уже на хамусе с 7 лет, и я считала, и всегда его просила мне показать, я думала, это вообще легко. Так он меня не научил, и получается, Георгий и девочке на мастер-классе, я хотя бы поняла смысл, вообще, как его правильно держать, что это вообще безумно, трудное дело, вообще, очень звучание такое, когда я почувствовала от себя, я сына представила, какой он вообще молодец, и вот у Георгия приобрела хамус, для него он попробовал уже, его в школу приглашали на благотворительный концерт сына, и вот он на этом хамусе играл, и было вообще здорово, я рада очень. Я буду, может, немножко вклиниваться, то есть ваш сын и так играл на хамусе, и вы сейчас, пройдя этот мастер-класс, поняли, насколько ему, чего это стоит, вот это увлечение, как здорово. Вообще, к этому вопросу, ваши близкие, вот дети, мужья, братья, сёстры, родители, как отнеслись к вашему участию в этом проекте, потому что вы же всё равно много времени, да, теперь забираете от семьи, что они говорят, поддерживают или как? Очень поддерживают, вообще, с руками и ногами, говорит, давай вперёд, Виктория, мы с тобой, мне всё время дома, говорит, ты у нас вообще, Змей Горыныч, что ему называют, одна нога тут, другая там, везде, ну, такой человек, мне это нравится, поэтому они заболеют за меня, и всегда рады, когда я, ну, какие-то открытия в дом приношу, говорю, давайте это делать, то делать, это надо, то надо, всегда сто заданий. С сыном, да, точно у вас теперь, как будет общая какая-то тема, да, и уже отношения будут, всё равно немножко, да, там, теплее, да, конечно, конечно, да, мы попробовали, я ему показала, он говорит, о, ничего себе, молодец, похвалил меня. Вы можете вдвоём потом выступать, вообще семейный такой, да, номер можно сделать, мама с сыном, на кому сейчас классно же. Ну, да, он-то уже такой, профи, очень трудно, для меня очень трудно это. Ни разу не пробовала? Нет, ни разу не пробовала, нет, я дома с ним пробовала, но, видимо, он неправильно как-то мне показывал, и у меня не получалось. Нет, просто я говорю, я ни разу не пробовала, я только вот видела, и всё, мне тоже кажется, что очень сложно. Виктория, давайте теперь вы зададите вопрос Наталье. Наталья, вот, вы сказали, что вам нравится хамус, мастер-класс по хамусу, Георгий, вообще, как всё это проходило, а что вам ещё понравилось, какой мастер-класс из наших всех заданий? Ну, мне понравился мастер-класс, самый первый, который танцы восточные, я пошла с лёгкостью, но я не знала, что это будут восточные танцы, когда пришла, увидала, ну, зал, как там, ведущего, тренера, как бы вот, и сразу выдохнула. По душе. Да, по-первых, мы никого, мы же друг друга не знали ещё. Это было самое первое. Это было самое первое задание, и поэтому было как-то напряжно немножко. Ну, потом всё. Когда мы начали танцевать, я прям уже себя почувствовала на своей волне, потому что я танцами занималась лет 30 назад, где-то так, и проходила, ну, года 3-4, и даже выступала, ну, всё равно со временем это всё забылось уже, как бы далеко. Ну, было бы очень приятно. А после этого мастер-класса возобновите, или этого достаточно? Вспомнили? Я как-то больше сейчас ушла, больше в спорт ушла, больше в спортивное занимаюсь. Ну, и хорошо, что всё меняется, правда? Можно менять. Да, можно идти вперёд к новому. Наталья, ну, осталась у нас Ирина, задавайте вопрос Ирине. Ирине хочу задать, я прям сидела, думала над вопросами, но раз тебе задаю, Ириш, то у нас же, как бы, был мастер-класс по плаванию, да? И я, так как я неумеющий человек плавать, была ещё одна девушка, Татьяна, как раз вот такие, самая такая у нас, активная тоже. И она тоже не умеет, у неё тоже боязнь воды, но я хочу рассказать, как ты её научишься, стала, научила плавать там? А, ну, у нас, когда был мастер-класс в бассейне, ну, видя, что девочки у нас не умеют некоторые плавать, ну, Наталья и не стала подходить, потому что у неё страх и боязнь, и, я вижу, у неё паника в глазах, и, ну, человека не надо трогать, он должен сам к этому потихоньку прийти и захотеть этого. Вот, допустим, у Татьяны, у неё было желание, она потихонечку вроде ходила, там, одела пояс, одела, там, взяла досточку, чтобы... Да, ну, я потому что хорошо плаваю. Я подумала, вы психолог, наверное. Да нет, я не психолог. А могли бы им быть? Судя по тому, как вы внимательны к жестам, вот к поведению человека. Да, я смотрю на... Потому что новые люди, надо как бы в каждом мастер-классе всё, ну, где-то помочь можно, где-то самой научить, где-то меня научат. Это уже, наоборот, же хорошо. Я, допустим, Татьяну, психолог, психологически, она говорит, я боюсь. Я с мужем ездила, говорит, на море, ни разу никогда не плавала, только по дну ходила, и всё. А я говорю, ну, видишь, в конце бассейна, вот у нас на цифрах есть, я говорю, ну, там глубина 5 метров вниз. Ну, это так. Да, ну, сразу как бы поговорила с ней. Она говорит, я боюсь. Я говорю, ты мне доверяешь? Она говорит, да, я доверяю. И одев пояс, взяв досочку, и мы потихонечку поплыли с ней. Я говорю, как умеешь, по собачьим, разом, без разницы. Вот ты должна дойти до этой цели, со мной, рядышком. Ты вот, потому что рядом. и мы доплыли до конца. Минус 11. Да. Я просто помню в тот вечер переписку у девочек в группе, и когда Татьяна писала про вот этот случай, о том, что благодаря Ирине у них прям фотографии, Наталья их снимала. Я как раз их у финиша снимала. Да, у финиша у нее восторг. Татьяна просто невероятный был восторг. Она прям такая счастливая была, что она вместе с Ириной человеку довела. Вот по идее, абсолютно постороннему человеку, да, недавно совсем, вот там раза два, три друг друга видели, доверилась в воде, да, не где-то. И вот с ней доплыла. Это опасная какая-то вот эта десса для нее. Я говорю, мы отсюда доплыли, надо обратно вернуться. Я говорю, ты должна, ты сможешь. Я говорю, ты должна верить в себя. Она так выдохнула, надо обратно. Я говорю, сильная, я красотка. Я говорю, да, мы для этого пришли, чтобы покорять вершины. И мы поплыли. И мы хорошо приплыли. Она до сих пор, по-моему, в восторге. А вы без ничего, без всяких поясов? Нет, я без поясов. У меня в свое время была практика, и озера переплывала туда-обратно. Ничего себе. Ну, когда мы чуть-чуть помоложе были, было больше энергии. Минус один страх у Татьяны. А вы, Ирина, от каких-то своих страхов избавились в этом проекте? Или были ли они у вас какие-то? Ну, естественно, они были. Без них никуда. Ну, допустим, когда мы пришли на мастер-классы Ины, там все вместе командой надо петь, как бы, вот это, не каждый человек может петь, ну, в хоре. Да, в хоре там. Ну, я когда-то там, может быть, пела, это, когда мне лет 15 было, ну, когда-то уже... Какие все красавицы нас показывают, вашу команду? Да, мы вместе и звуки издавали, и дыхание, ну, многое, раскрепростились, больше уверенности стали себе, и что-то новое для себя узнали. Нумерология, допустим, там тоже... Ой, нумерология, я тоже недавно познакомилась, это просто оказывается такая интересная тема. очень интересно, да, и к каждому человеку она подходит, когда рассказали каждому человеку про его даты, это было очень интересно. Оказывается, мы уже рождаемся, готовыми, потом что-то пытаемся как-то куда-то себя менять, и оказывается, просто узнать себя и принять, как говорится, да, что выросло, то выросло. Я вот хочу добавить еще о том, что я на самом деле хочу поблагодарить всех вот тех преподавателей, тренеров, кто занимался с девочками. Ну, это были такие достаточно активные дни, вот Бачата, да, сейчас, которое направление очень сильно развивается, тренер была, со студии танца, Надежда Матвеева, замечательная, она девочек в восторге, Диана Лобанова, вот восточные танцы девочкам преподавала. Много всего. Вот, да, они, я очень благодарна людям, потому что они пошли ко мне навстречу, я им объяснила проект, я им объяснила суть, то, что я хочу, и они вот с большим удовольствием, ну, вот про Оксану Юрьевну, про Лукину, я сказала, тренер по боксу, боже, я бы никогда в жизни была на улице, видя маленькую, хрупкую девушку, да в жизни бы не подумала, что тренер по боксу, ну, теперь будем знать, да, ну, Георгий Слепцов, это, конечно, мой коллега, виртуоз хомусист, его все знают, он, это был вечер просто Георгия, после занятия, это был его вечер у нас в группе. Ну, в таком цветнике еще, конечно, они с утра еще статусы с ним ставили, они с утра там что-то, птичек вспоминали, девочки, ну, это было вот все на позитиве, конечно, вот в бассейн мы ходили, у нас тоже был замечательный молодой человек, тренер, он такой очень скромный, я говорю, придут шикарные женщины, вы должны сделать так, чтобы они остались довольны, вот именно их научили, обучили, показали, он мне сказал, я все сделаю, потом вышел, говорит, ну, как им, он так сам себя настроил, он говорит, я как экзамен с ними сдавал, ну, для него это тоже было впервые, хотя ходят же люди просто, да, вот посторонние, кого нужно обучать, а я, 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 крутила, что он просто мне сказал, говорит, ну, как они, я говорю, хорошо. Ксения, если вы когда-нибудь будете вести курсы по коммуникации, я буду первой оставить, как вы умеете общаться с людьми, для меня это было просто, я сидела и даже забывала за своей мимикой как-то контролировать, когда вы на сцене, вот конкурс, пышная красотка, как вы, вы к любому человеку так аккуратно, так бережно, так мягко, и все, какой-то гипноз абсолютный, да, есть такое. Как вообще? Как вы это все? Вот я к чему сейчас веду, девочки в воскресенье ходили к Ане Петерсон, которая фотограф, да, мы все ее знаем, я Анюту попросила, говорю, Ань, научи девочек, как правильно нужно сфотографироваться, ну, потому что пышная дама, ну, мы же не знаем свою рабочую сторону, да, кто-то знает, кто-то нет. Все, девочки пришли на праздник, как они нафотографировались, они довольны и счастливы, все, конечно, буря эмоций, да, сегодня у них тоже там будет, но я хочу сказать о том, что вот вообще цель, которая вот я перед собой поставила в проекте, она достигнута. Это какая? Чтобы девочки раскрепостились, вот, от которой вы и говорили, да, чтобы они себя полюбили, чтобы они себя почувствовали в разных абсолютных ипостасиях, они себя почувствовали там. А почему вам, для вас это так вот важно? Почему эта цель для вас важна? А я скажу, почему. Потому что я вот, глядя на себя, глядя на своих, допустим, знакомых девушек, да, женщин, я понимаю, что мы вот живем в каком-то вот таком клубочке, да, который просто вот кружится, и ты вот, ну, как белка в колесе одно и то же. Хочется новых эмоций. Конечно, благодаря этому проекту я тоже получила эмоции. Не от того, что я там даю девочкам задание определенное, да, я тоже много познакомилась с людьми. Я познакомилась с замечательными женщинами, которые, каждая из них абсолютно разная. Я познакомилась, и я увидела, что люди, тренера, которые с нами работают, там же были абсолютно мне незнакомые люди, с которыми я просто вот поговорила, встречу назначила. мы встретились, они согласились со мной, да, мы с вами все здесь делаем, и без проблем делали. Да, с вами две минуты пообщаться, уже хочется, чтобы ваши родственники как-то быть записаны. Обаяние у вас, конечно, очень. Вот, и потом мы когда, я вот хочу сказать о том, что у нас, мы после бассейна с девочками пошли в кафе. Там были два главных момента. Когда мы вышли из бассейна, мы все вместе решали, куда мы пойдем. И по сути, нам не было важно, куда мы пойдем. Главное, что все вместе. Главное вместе, и чтобы это было рядом. Все. А второй, мы же потом поехали на занятия Георгию, но девочки не знали, куда они едут. И там даже не встал вопрос, кто с кем в машине поедет. Очень быстро прошло распределение. Это уже говорит о коллективности. И второй был момент, когда мы пришли в кафе. Конечно, мы сели все за один стол. И вот, вот эта дружная атмосфера, это был прям большой восклицательный знак. Ксения, спасибо вам большое. Прошлый эфир, мне было очень комфортно с вами, очень тепло, радостно. И сегодня тоже. И действительно, все девочки замечательны. Как-то, видимо, подобное к подобному. Вот это ваше харизма, обаяние ваше, вот таких людей к вам и подтягивает. И они друг другу. Спасибо вам огромное. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что сегодня в нашей студии гостили Ксения Громова, Ксения Праздник, Ирина Базиленко, Наталья Волгина и и Виктория Лебедева. Все эти девушки участницы замечательного проекта Кокетка, который пока носит формат закрытого, но, возможно, все будет меняться, и мы будем когда-то сможем лицезреть это точно так же, как конкурс с пышной красоткой, который будет в следующем году, и который я очень жду. Всем спасибо за внимание, хорошего дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok